Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 26 мая, по празднству Вознесения Господня, Православная Церковь совершает память мученика Александра Римского. Святой мученик Александр пострадал за Христа в начале IV века. Он был военным, служил в полку трибуны Тевериана в Риме. Ему шел XVIII год, когда римский император Максимиан Геркул издал приказ, чтобы все граждане в определенный день явились в загородный храм Зевса для принесения жертвы. Трибун Тевериан собрал своих воинов и приказал им идти на это празднство, но юноша Александр, с детства воспитанный в Христовой вере, отказался и объявил, что он не будет приносить жертву бесам. Тевериан, боясь за себя, донес императору Максимиану, что в его полку есть воин-христианин. За Александром сразу же были посланы воины. В это время Александр спал. Его разбудил ангел, возвестивший юноше о предстоявшем ему мученическом подвиге и о том, что неотступно прибудет с ним во все время подвига. Когда воины пришли, Александр вышел к ним навстречу. Лицо его сияло таким светом, что воины, взглянув на него, упали на землю. Святой ободрил их и просил выполнить данный им приказ. Представ перед Максимианом, святой Александр смело исповедал свою веру во Христа и отказался кланяться идолам, прибавив еще, что не страшится ни императора, ни его угроз. Император пробовал уговорить юношу обещанием почестей, но Александр остался твердым в своем исповедании и обличал императора и всех язычников. Начались истязания святого мученика, но он мужественно переносил страдания. Максимиан предал святого Александра во власть трибуна Тевриана, посланного императором в Афракию для мучения христиан. Мученика, скованного цепями, повели в Афракию. В это время ангел Господень известил мать святого Александра Пименью о мученическом подвиге ее сына. Пименья нашла своего сына в городе Катаргения, где он предстал на суд перед Теверианом и снова твердо исповедал себя христианином. Его подвергли истязаниям на глазах у матери, а затем связанного повели в дальнейший путь за колесницей Тевериана. Мужественное Пименья упросило воинов разрешить ей подойти к сыну и воодушевило его к перенесению мук за Христа. Воины удивлялись стойкости святого мученика и говорили друг другу «Велик Бог христианский». Мученику несколько раз являлся ангел, укрепляя его силы. Ночью Тевериану явился грозный ангел с мечом, повелевая трибуну поспешно идти в Византию, так как приблизилось уже время кончины святого мученика. Тевериан продолжал свой путь с поспешностью. В городе Филиппополе Тевериан устроил очередной суд над святым Александром в присутствии собранных по этому случаю городских вельмож. На этом суде святой Александр остался также непоколебимым. Во время своего скорбного пути святой мученик неоднократно подвергался жестоким истязаниям, но укрепляемый Богом, перенес все муки и сам подкрепил изнемогших от жажды воинов и спросив у Господа для них источник воды. Во время остановки в пути святой мученик молился под деревом об укреплении его в страданиях. Плоды и листья этого дерева получили целебную силу. У места, называемое Вордаксион, святой вновь встретил свою мать Пемению, которая с рыданием упала к его ногам. Святой мученик сказал ей, «Не плачь, мать моя, утром следующего дня Господь поможет мне окончить подвиг». В городе Атризе Пере Тевериан вынес святому смертный приговор. Перед смертью святой мученик благодарил Господа за то, что Господь дал ему силы перенести все многочисленные истязания и принять мученическую кончину. Воин, который должен был исполнить казнь, просил у святого прощения и долго не решался поднять руку с мечом, так как видел ангелов, пришедших за душой мученика. По молитве святого ангелы стали невидимой палачу, и лишь тогда он отсек его святую голову. Тело святого было брошено в реку, но его извлекли из воды четыре пса и никого не допускали до тех пор, пока не пришла мать святого Александра Пимения. Она взяла останки своего сына-мученика и похоронила их с честью близ реки Ерегоны. У гроба святого Александра сразу стали совершаться исцеления. Вскоре святой мученик явился во сне своей матери, утешил ее и сообщил, что вскоре и она переселится в небесные обители. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мученицы Гликерии Девы и с нею мученика Лаодикия Гераклейского, стража темничного. Праведной Гликерии Девы Новгородской празднуется перенесение мощей преподобно-мученика Макария Архимандрита Каневского, Игумена Пинского, Переславского Чудотворца, святителя Павсикакия, епископа Сенатского, святых Георгия Исповедника с супругою Ириной и Ичадами, преподобного Ефимия Иверского, святогорца, священномучеников Василия Соколова, Александра Заозерского и Христофора Надеждина Пресвитеров, преподобно-мученика Макария Телегина Иеромонаха и мученика Сергия Тихомирова, мучеников черкасских. Всех, кто уносит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!